Сегодня наша передача в гостях в маленькой, но очень уютной и светлой творческой мастерской. Здесь всё удивительно, интересно и сказочно, и чувствуешь себя среди этих милых вещей, сделанных чьими-то добрыми, умелыми руками, тоже удивительно. Ну, например, как Алиса в Стране Чудес. А знаете почему? Потому что здесь всё живёт фантазией и вдохновением. Обычные предметы вдруг становятся необычными. Но где ещё увидишь люстру из десяти тысяч разноцветных салфеток или лейку, которая вдруг стала вазой? Даже кошки здесь удивительные, хоть и тряпочные, но очень милые, мягкие на ощупь и загадочные. А хозяин этого сказочного царства – творчество. Именно оно спасает посетителей этой мастерской, как зонт в пасмурную погоду, от унылых будней и плохого настроения. Здравствуйте! В эфире передача на «Женской половине». Сегодня появилось достаточно мест, куда женщина может прийти, чтобы отдохнуть, оторваться от быта, проявить, развить своё творческое начало. Причём в самых разных направлениях. От вышивания крестиком до создания кукол. От изготовления мебели до танцев и рисования. Приходя в такие мастерские, как это, где куда ни посмотришь, везде сказка, волшебство, чудо, женщина как будто бы вырывается из реальности и становится участником завораживающего процесса под названием творчества. Итак, творчество в жизни женщины. Насколько это важно для её здоровья физического, духовного, психологического? Об этом мы поговорим с хозяйкой этой мастерской, Валентиной Гинда. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы дали нам возможность приехать к вам. Вот в эту чудесную мастерскую, где столько сказочных вещей, где поют птички, где тихо, спокойно. Вообще ощущение, что находишься в совершенно каком-то параллельном мире. Расскажите сначала о том, как появилась вот эта ваша чудесная сказочная мастерская. Мастерская появилась порядка семи лет назад вследствие того, что встретились одноклассники. И моя детская мечта, которая была озвучена в кругу этих людей, воплотилась через год уже в реалии, где были реализованы все-все замыслы и фантазии о том, как бы это могло бы быть. Я знаю, что ваше детство прошло в театре Сатирикон. Почему так получилось? Кстати, я знаю, что именно там родилось желание иметь мастерскую. У меня работала там бабушка, и, соответственно, после школы, вместо того, чтобы делать уроки, уроки я делала уже глубокой ночью, а после школы, соответственно, я бежала сломя голову в театр, в эту закулисную жизнь, там, где гримеры, костюмы, декорации, и там пропадала целыми днями. Но вы тогда уже мечтали о своей мастерской. То есть получается, что вы занимались творчеством, рукоделием и самыми разными поделками еще с детства? Да, как любой ребенок, которому это нравится, конечно, и лепила, и вырезала, клеила куклы, одежды, рисовала какие-то неимоверные коллекции. И еще ходила в мастерскую к художнику. Вот та мастерская художника как раз и стала оплотом для того, чтобы обрисовать свою мечту. А вот когда вы поняли, что действительно хотите заниматься творчеством, когда вы поняли, что вам это нужно, как воздух, ну, я не знаю, как попить, как поесть, как встретиться с новыми людьми? После школы меня занесло в ресторанный бизнес, и, значит, лет 10 я там пробыла. С большим удовольствием. И где-то, наверное, за года-два до того, как мы открыли мастерскую, ярое желание научиться было всевозможным декоративным приемам. Мозаики и так далее, очень много разных приемов. Я нашла одну мастерскую на Белорусской, прибежала туда, и там было что-то как-то очень дорого. То есть я не могла себе этого позволить. Потом я подумала, ну, как бы, если это есть, если это можно, ну, значит, наверное, есть большая вероятность, что я могу сделать сама. И я не пошла туда учиться. Прошло время, и мастерская появилась, где я могла в полной мере реализовывать все свои творческие замыслы. Валя, в вашей мастерской ярко выражена тема сказки. Вот скажите, творчество и сказка, насколько два этих понятия переплетаются именно в вашей жизни и в вашей работе с людьми? Наверное, многие знают, что невозможное возможно. И когда человек придумывает свой какой-то микромир, он, правда, похож на сказку. Потом это уже воплощается и приобретает уже вот такие сказочные очертания. Но это, наверное, просто специфика, просто мышление, что все мы живем в той или иной сказке, играем те или иные роли, создаем те или иные пространства свои сказочные. Ну и, в общем, это очень сильно вдохновляет. А вот идея создать сказочную стену, когда она пришла и кто в ней участвовал? Участвовали дети. Это было летом. У нас летом детки находятся в летнем лагере. То есть они утром приходят и вечером их родители запирают. Есть у нас такая история в летнем лагере, как литературный час. В литературном часе мы не только читаем какие-то замечательные книги про замечательных людей и замечательные поступки, но и сами пишем сказки. И было глубочайшее удивление, что маленькие дети, сейчас я скажу, возраст где-то от 6 до 11 лет, поистине написали замечательные сказки, где действительно важно, чтобы друг помогал другу, что волшебство бывает. Что должны быть волшебные предметы. Что должны быть волшебные предметы, обязательно помогающие, соответственно, получить то, что необходимо. Потому что дети, они не зашорены в действительности, поэтому они могут легко от сердца писать свою сказочную правду. Каждая. Но у каждой она своя. А вы в какой сказке живете? Я живу в сказке под названием «Карусель». Какая интересная сказка. О чем она? О том, что разные герои, события и все это складывается в такой, даже не карусель, а калейдоскоп, наверное. Из разноцветных эмоций, настроений разных людей и впечатлений. Валентина, вот говорят, что женщине от природы дано творческое начало. Вот как вы думаете, почему женщине все время нужно что-то творить, выдумывать? Насколько это для нее важно? Это природа женщины. Она просто так устроена. И если, соответственно, она этого не получает, тогда она грустит, хандрит. И всяческие хмурые наступают у нее дни. А если она воплощается в ту или иную степень в творческом порыве, от этого происходит как раз все волшебство. Потому что она вот эту энергию преобразовывает и создает вокруг себя замечательный, красивый, вдохновляющий мир. У вас достаточно много женщин, которые приходят, занимаются здесь самым разным рукоделием, участвуют в самых разных мастерских. Какие это чаще всего женщины? Ну, наша вот статистика такая внутренняя, которую мы ведем, показывает, что, как правило, эти женщины занимают всевозможные такие вот неженские должности, бухгалтера, какие-то финансовые директора, всевозможные. Ну, те люди, которые лишены какой-то возможности именно творческой работы. Потому что бумаги, деньги, отчеты и так далее, это тоже не девочкины дела. И, соответственно, они, видно, где-то интуитивно понимают, что что-то им там совсем уже грустно. Они, соответственно, ищут выход, куда они могут пойти для того, чтобы включить этот процесс. С каким запросом к вам приходят женщины? И как вы помогаете ей разобраться в том, чем ей нужно заниматься? Где проявить себя? Где отдохнуть? В каком виде творчества? Ну, как правило, делится на две категории. То есть первая категория – это такие скрупулезные, педантичные, очень аккуратные женщины. Им подходит, соответственно, что-то вот все декоративные техники и вышивки вот именно для этих женщин, когда они будут получать удовольствие. А есть женщины такой ветродуй. А им как раз нужно творить, им давать для них, соответственно, другие мастер-классы, которые позволяют им яростно выбрасывать краски на холсты, создавать какие-то объемные картины. Вот эти мастер-классы именно для них. А есть вот женщины, которые до такой степени от быта, от жизни, от суеты устали, приходят какие-то потерянные. Как вы им помогаете разобраться, чтобы найти именно вот это вот свое творческое начало? Ну, через беседу. То есть идет разговор, когда нащупывается как раз то, с чего бы хотелось бы начать. И, соответственно, в этой беседе выясняется, к чему больше лежит душа. Вот с этого и начинаем. В афише вашей мастерской написано, что вы открыли группу для беременных женщин. Вот какие занятия предполагаются для них? И насколько полезно беременной женщине заниматься творчеством? Ну, беременная женщина вообще хрусталик, потому что он переливает разными цветами. Сегодня хороший настроение, завтра не очень. И для того, чтобы не находиться в какой-то... Вот у беременных женщин есть какой-то период такой интересный, когда они, например, понимают, что они одни и как-то им одиноко очень-очень. И вот в этот период как раз для того, чтобы они не углублялись в это состояние, вот нужны вот эти творческие занятия, которые позволяют им через творчество, соответственно, вот уже включают свою радугу, и эта вся радуга пойдет малышу, да, все эти эмоции положительные. Ну, в общем, это безумно благотворная история. Это некая арт-терапевтическая история. Валентина, скажите, в чем изюминка именно вашей творческой мастерской? Самое первое – это ориентация непосредственно на человека, а второе – это наша атмосфера. Что значит ориентация на человека? Ориентация на человека – это тогда, когда не он для нас, а мы для него. То есть мы стоим на службе для того, чтобы он мог получить максимальное количество положительных эмоций. Опираясь на свои наблюдения, скажите, как все-таки творчество влияет на женщину, как оно ее меняет, как оно ей помогает жить? Творчество – это самый-самый-самый главный инструмент для того, чтобы чувствовать себя легко, свободно и вдохновленным. Для женщин творчество очень нужно, очень обязательно, потому что мы хозяйки, у нас есть свой дом, мы должны его украсить, должны его нарядить. И студия, она помогает для женщинам это все сделать, научиться, как это все правильно, как это красиво, как это должно быть. И, конечно, когда мы сюда приходим, мы отдыхаем здесь. Мы можем отдохнуть просто от семьи, от детей, от каких-то вот… Ну, каких-то вот… Бытовых проблем. Бытовых проблем, да. И я, конечно, всем советую какое-то иметь хобби, такое творческое. То есть можно и спортивное иметь хобби, а можно и творческое иметь. Вышивать, рисовать, что-то строить, что-то лепить. Недаром на Руси женщина делала все своими руками. Делала одежду, какие-то предметы быта. И это было обязательно, потому что это оберегало семью. Валентина, а как творчество влияет на вас? Каково значение творчества именно в вашей жизни? Это мой образ жизни. Это мое суперудовольствие. Я по-другому не умею. Вот так я объяснюсь, что это везде, всюду, дома, на работе, на даче. Везде и всюду, на кухне. Это просто образ жизни. То есть вы даже когда готовите, вы постоянно что-то изобретаете? Естественно. Естественно. Это тоже мое удовольствие. Да? А вот ваше коронное блюдо? Ну, у меня много. А чем вы балуете семью? Ну, например, наполеон с клубникой. Ух ты! Это очень вкусно. Наполеон с клубникой. Мы к вам как-нибудь приедем. Приготовите? Я буду очень рада. Правда? Вы только по-честному приезжаете. По-честному приедем. У нас есть рубрика «Идем на кухню». Честно-честно. Прямо с удовольствием. Ну, во-первых, посмотрите мой дом. Вот психологи говорят, что творчество благотворно влияет на женщину и в плане физиологии. Это действительно так? Да, действительно. Там получается процесс такой, что, делая ту или иную работу, перестраивается подсознание. Соответственно, перестраивается подсознание и улучшается общее состояние организма. Это действительно так. То есть это неотъемлемые части. Нельзя сказать, что есть какое-то мнение, что творчество – это какие-то поделки. Это действительно очень серьезный психофизический механизм. Я знаю, что в вашей галерее из самых разных предметов можно сделать очень полезные вещи. Причем совершенно неожиданно они превращаются в какие-то другие предметы. Да, это правда. Самое настоящее. Ну и, например, что вы из чего делаете? Ну, например, из коробки из-под апельсинов мы делаем стол для рисования песком. Мы делаем из обувной коробки и потолочного молдинга полку барокко. А сегодня мы сделаем из корзины часы. А, теперь понятно, почему попросили привезти корзину. Мы действительно сделаем часы? Да, это правда. Дорогие друзья, буквально через несколько минут вы увидите, как обыкновенная корзина превратится в часы. Я сама буду участвовать в этом процессе и постараюсь прочувствовать, как творческий процесс повлияет на мое настроение. Итак, отправляемся на мастер-класс к Валентине Гинда. Вот, я пришла со своей корзиной. Все, чудесно. Выбирайте себе фартук. Ну, наверное, вот этот. Так, давайте подержу. Ну, что, будем будить мое творческое начало. С удовольствием. А то оно в последнее время что-то уснуло. Первонаперво мы с вами что сделаем? Мы с вами демонтируем эту ручку. Прямо постарайтесь ее вытащить. Не получится, значит, отламывается. Все лишнее. Ну, я пока, честно говоря, плохо себе представляю, как корзина может превратиться в часы. Так, мы в порядке. Значит, корзину, пока мы подготовим ее к работе, отставим ее в стороночку. Есть морской мотив. У нас с вами есть картонная заготовка. Первое, что нам необходимо сделать, это эту белую заготовочку. Она сделала из картона, покрыта белой акриловой красочкой. Пока вы покрываете клеем нашу заготовочку, я займусь тем, что буду тонировать нашу корзинку. Для этого акриловая белая краска. И сейчас я добавлю, так как у нас морская тема, добавлю небольшое количество голубой краски. Не смешаю их для того, чтобы получить светлый-светлый цвет неба. Прекрасно. Значит, сейчас как раз тот самый инструмент, который принимает участие в жизни каждой женщины. Фен. Да, мы включаем и сушим нашу заготовочку. Ну, поехали. На этот раз мне придется сушить не волосы. Что мы делаем теперь? Мы эту салфетку должны с вами разъединить. Как бы по фэн-шую лучше будет два домика. Еще и фэн-шуй. Да, пусть будет два домика. Гладим долго, скрупулезно. Понятно. Как стрелки на брюках. Вот, приклеилось. Действительно не падает. Так, значит, сейчас задача в следующем. Аккуратно, все лишнее мы вот таким образом с вами вырываем. Значит, мы с вами аккуратно, с небольшим нажатием, начинаем нашу салфетку приклеивать. Одну секундочку, ответственный момент. Здесь у нас отверстие для часового механизма. Мы сразу его с вами определяем. Так, и теперь сушим. Вообще, вы знаете, это здорово. Вот так вырваться из реального мира и попасть в мир творчества, где те предметы, которыми ты пользуешься в обыденной жизни, вдруг превращаются в какие-то волшебные инструменты и помогают тебе создать чудо. Значит, сейчас очень популярны винтажные вещи, а также прованс. Ну, так, чтобы нам нашу историю немножечко составить, нам как раз понадобится биту. Мы обрабатываем аккуратно, приаккуратно, только края, прям вбиваем. Так, все, замечательно, все у нас получилось чудесно. Значит, сейчас у нас будет задача покрыть лаком и уже поставить механизм. И у нас будет работа готова. Вот, оказывается, кисточкой тоже нужно правильно уметь пользоваться. Так, покрыли работу лаком. Так, ну и по привычной схеме сушим феном. Феном. Состарили поверхность, покрыли ее лаком, не глянцевым, потому что для этой работы нужен именно матовый лак. Матовый лак, да. Дальше что мы делаем? Все, самое сложное и самое ответственное. Значит, мы ставим механизм. И теперь вот готова, значит, затонированная моя корзинка. Мы прям внутрь устанавливаем этот наш экран. Встал? Да, все. Вставили экран. Спасибо, Валя, за доставленное удовольствие и за мастер-класс, на самом деле, я не могла себе представить, что приду с корзиной, а потом уйду отсюда с часами. У нас получились вот такие часы. Их вполне можно использовать у себя дома, на кухне или в гардеробной комнате, да. Остается только купить батарейку, чтобы механизм начал работать. Я хочу напомнить, Валя приглашает нас к себе на кухню. Так что в скором времени мы отправляемся на кухню к Валентине Гинде для того, чтобы убедиться, действительно ли путь к сердцу мужчины лежит через... Наполеон, желудок и тарелку. Да, вот в скором времени отправляемся на кухню к Валентине Гинде. До встречи у меня дома. До скорых встреч. Обратите внимание, приглядитесь. Женщина, которая занимается творчеством, излучает радость и теплоту. Женщина – это источник, проводник творческой энергии, которую обязательно нужно реализовывать. Женщина, которая занимается творчеством, а это уже доказано и психологами, и врачами, выглядит привлекательнее, моложе и реже болеет. Так что, милые дамы, творите на здоровье, делайте мир вокруг себя красивее и добрее. А я с этими часами, которые сделала своими руками с помощью Валентины Гинде, отправляюсь домой в прекрасном настроении. Это была передача на женской половине. Я, Ирина Бреусова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго!